игорь михалыч добрый вечер добрый вечер мы очень захотели изучить джаз и решили что лучшим проводником в этот прекрасный мир будете именно вы давайте обсудим музыку спасибо джаз это что такое джаз это для вас для меня джаз даже более прозаичным чем для любых людей это часть музыка и часть музыкального мира музыкальный вид искусство в котором конечно главная составляющая главная пресса это музыкальное искусство это импровизация продаваться которая тему тему злает себе сам музыкант она может быть его композиция ли может композиции любого известного или неизвестного композитора а дальше основываясь на мелодии на гармонии на ритме иим этих композиций музыкант играет сочиняет в реальном времени и это я думаю самое главное что отличает джаз и искусство от всех от всех других вашему джазовому оркестру 25 лет когда ты посмотришь на эту дату но если сравнивать современной музыкой кажется она заоблачной если не знаю с русским роком с группами но там тоже существует 20 25 и больше вот 25 лет эфемерное понятие это много ли мало но это прилично ну есть оркестры которые существуют уже 60 лет 90 лет оркестр лего лунстрома по 90 лет существуют со дня основания уже нет основателей уже нет естественно нету тех кто начинал но это это срок это срок это это говорит о том что оркестр востребовано что он выступает что он гастролирует мы должны как-то чтобы быть оркестром надо чтобы люди в нем работали чтобы они работали должна быть какая-то их материальная сторона зарплата должна быть и если оркестр не востребован не интересен не является так сказать каким-то действительно коллективом интересно то соответственно значит этот оркестр разваливается это основная задача художественного руководителя как бы организатор оркестр делать так чтобы оркестр звучал чтобы он ездил на гастроли выступал записывал альбомы дело различные проекты если как раз поговорить о гастролях в очень мощно залетели в этот год гастроли концерты фестивали я даже боюсь спросить как сил на все хватает но вы довольны тем что происходит сейчас я очень доволен я довольна первую очередь то что у нас есть результат нашей долгой работы совместно работы с нашими музыкантами с нашими композиторами аранжировщиками нас не так много с кем я работаю и с кем не посчастливилось но создать оркестр сначала с виталием долговым музыкант удивительный он всю жизнь прожил в риге долгое время сотрудничал с такими известными оркестрами как оркестр рейди рознера много-много лет с оркестром олега лунстром где я с ним и познакомился с виталием васильевичем долговым затем его работы с моим оркестром практически с 90 наверное в 98 года по по то время как он ушел по 2007 году и николай ливиновский который слава богу жив и работает эти 22 человека в общем-то главные составляющие репертуара который мы играем мы играем мои композиции тоже но они сделаны в аранжировках этих великих музыкантов еще пару человек с нами сотрудничает это павел овчинников тромбонист профессор мой первый зам в академии джаза великолепный музыкант аранжировщик и его композиции мы в его аранжировках мы играем музыку и также совсем с недавно времени мы сотрудничаем с кристиной крит относительно молодой талантливой девушка композитор аранжировщица и главное что мы добиваемся вот именно результаты поэтому поэтому мы востребованы нас приглашает и мы не можем отказаться и к сожалению многие музыканты которые сами работали не выдержали такой интенсивный господин нагрузки не выдержали до не выдерживает ну начали просить освободить их заменяться поэтому с некоторыми даже пришлось из-за этого расстаться из-за того что пришлось более молодых более более искать как это называется которые могут выдержать такие нагрузки а возраст имеет значение кстати ну конечно имеет значение возраст и хотя у нас наш самый взрослый человек нашем оркестре николай шевнин который отработал много лет в оркестре мариинского театра ему под 70 но он даже и не думает так сказать фору даст фору даст всем да у него всегда хорошее настроение у него самый большой самый таскать инструмент который я самый низкий но ты соответственно это нагрузки чем еще больше но он выдерживает поэтому это и возраст но и физически надо состояние конечно можно понять что бывает все все болит перелеты тоже и и путешествие на поезде это все-таки нет не так все просто но результат который у нас есть востребованность оркестра вы участие его в разных проектах с различными артистами выдающимися из разных жанров сейчас вот у нас любовь и коллаборации с артистами оперы и это и хибла герзмала и ильдара дразаков и надеемся что и сергей скороходов и дмитрий корчак может быть с нами будут делать какие-то проекты это и театрально актерские проекты где от первого лица рассказывает о джазе алексей гуськов сделали отличную отличную просто версию петь и волка но прекрасно джаза до кристина кори сделал очень хорошие очень хорошую интерпретацию конечно блестящие читает это константин хаменский дом дом еще продолжать в этом же в этом же духе я-то думала что джаз это такое что-то консервативное сложно меняющиеся и не динамичная часть искусства то есть она такая больше классики а вы приводите абсолютно интересные примеры ну я думаю что это не то что плохой джаз это просто не не всегда правильные примеры были увидены вы знаете не только я рассказываю такие истории когда мы путешествовали по последней шайтов америки с оркестр нас были большие гастроли четырестом году по среднему западу не по таким городам как там допустим мы знаем чикаго нью-йорк и джазовые города ну как такие да уже такие такие ну да которые действительно на сегодняшний момент такие одни из центров джаза то мы были городах там коламбас небраска дали там шибойган это длиной сюда такие город и потом там допустим в южной дакоте есть такой город rapid city да где вот эти большие дети в скалах вы выбиты президенты это вот недалеко от rapid city это южная дакота там индейцы ходят по по городу такие немножко выпившие конечно но такие именно те индейцы кота которых мы читали или смотрели там в кино и было удивительно что когда к нам когда мы играли концерт после после концерта к нам подходили американцы симпатичные очень люди горели что что мы им открыли джаз в америке русский открыли американ на русский открыли американцем джаз но и это была бы история допустим если я один был такой но если давид галачегин тоже был свое время соединенных штатах один из моих педагогов они с моих первых работодателей то он рассказывать точно такую же историю когда он был в лос-анджелесе и подходили к нему тоже люди то есть не все допустим в америке знают джаз и многие относятся к джазу как вот как как может быть относились выше такое консервативное что это такое какой-то ничего не по меняющиеся сложно меняющиеся хотя мы думаем что что джаз самый прогрессивный вид искусства что там столько произошло изменений с момента появления джаза на на вообще на горизонте когда только появился джаз сначала были но в орлеанский джаз потом дикси лент потом появились биг бенды потом появился с чикаго стиль потом стали стиль который афроамериканские музыканты молодые для того чтобы не ублажать так сказать белую публику стали играть более сложную музыку изучать бах изучать изучать стравинского изучать слонимского да и появились чарли паркер там miles davis там колтрейн другие и это стал другой совсем джаз новаторский потом совсем стал авангардный джаз параллельно с авангардом так сказать классическими хендеми да и что шонберг и штахаусен и все эти музыканты восхищались и восхищ и восхищали таких как арнет колман там дон черри и другие и другие музыканты которые вот именно играли авангард потом писать джаз рок фьюжен world music да все это появилось а вы говорите что джаз самый консервативный а с другой стороны очень много консерваторов которые такие вот хотят чистый джаз допустим и чистый джаз может быть или но в армянский чистый джаз или дикси лент или big band или чистый джаз вот бибоп или чистый джаз фьюжен и везде он чистый двадцать втором году было сто лет российскому русскому джазу 0 километр откуда отсчитывается отчитывается ну от официального первого концерта который сделал валентин парнах был такой известный энтузиаст музыки танцор такой человек из высшего общества который еще в двадцать втором году двадцать первом году оказался в париже увидел гастролёров из соединенных в америке увидел джаз того времени и конечно понимая что этот вид искусства не чужды и будет гражданам таскать ну тогда еще даже советского союза не было и он приехал привез инструменты и пригласил музыкантов молодых первый концерт 1 октября 1922 года прошел в в гитисе в здании гитиса тогда это был музыкальный театральный колледж и отсюда мы ведем принципе отсчет я получил просто невероятно эстетическое удовольствие недавно гулял с семьей по арбату и в районе цоевского мемориала песни цоя поют под джазовую музыку я такого не слышал никогда я услышал это впервые вообще уличный музыкант очень интересная история и довольно часто они исполняют либо бардовские песни либо рок но сейчас последнее время встречается и джаз особенно музыка в метро проект а вас есть опыт уличных выступлений у меня но у меня такое не очень много больше когда я уезжал с советского союза на какое-то время в америку то работник авира так так называемого отдела визда сказал мне что я буду играть на улице и меня в бостоне один из моих тоже со студентов так моих из моих коллег который учился тоже бостон и он не гад пойдем сыграем на улице я просто ради любопытства с ним мы он гитариста мы с ним вдвоем играли но мы с ним так мелочью заработали по 35 долларов но ничего играешь если там самое наше когда хорошо играешь вокруг тебя и собирается толпа это уже отличный знак музыканты уличных очень много самая моя любимая музыка ему с детства это бременские музыканты это же уличные музыканты и мы часто играем на открытых площадках это тоже в общем то такая уличная игра хотя сейчас уже и симфонические оркестры играют и камерные и всякие прочие также я играл помните был такой эпизод что когда знаменитый скрипач джошуа бэлл вышел играть на улице и ему очень мало дали денег но это тут он высказал то что музыка никому не нужна как бы в америке но конечно мы здесь все подхватила и так сказать наше телевидение на это обратила внимание но тем одно что что в америке вообще там не до искусства первое вторых что действительно искусство не всегда тебя могут оценить даже известного победителя грэмми вот просто окна улице к тебе никто не подойдет ну или не даст какие-то деньги потому что ну может быть и нибудь и не смогут даже оценить то мастерство и вот я вышел как бы заувалированный играл если я играл не один а я играл с трио с барабанами и контрабасом но мы прилично собрали а детям как прививать джаз в каком возрасте если к нему нужно быть готовым ну вообще надо я думаю что надо прививать я же мне тоже отец все время рассказывал про джаз а я папе рассказывал про то что ну когда я уже чуть постарше стал 12 лет я его стал знакомить с музыкой дипиопова мне этот слушай элла феджеральтов слушай оркестр лустрема слушай геннадий гольштейн там другое прочее я группа ты послушай дипеопа ты послушай там группа россияне когда уже я повзрослел и когда я учился музыкальном училище увидел живьем исполняющих ребят ребята были взрослые даже все поступали получить дипломы многие музыканты уже профессиональные даже самоучки в хорошем смысле этого слова но уже профессиональные музыканты они пришли там где мы совсем студенты юные ребята по 30-35 лет и вот они там играли и и и вдруг ты начинаешь понимать что тебе это очень нравится что тебе это интересно это захватывает я думаю надо ставить и классическую музыку вводить на концерты конечно на хорошую консерваторию но это как любое воспитание просто говорит что от слушать джаз это не сработает а постепенно аккуратно знакомить до игры халыч китай вы были с концертом в китае это публика особенно для всех и для спортсменов и для музыкантов и для актеров китайцы они особенные вот вы это заметили они аплодировали они одобрительно так сказать сдавали одобрительные звуки а когда мы сыграли пару китайских композиций как когда спел олег аккуратов на китайском языке то все прошло вообще идеально люди человек не может не оценить прекрасный не может не ценить талант и так сказать виртуозность если это все это не может не задеть любая музыка может тебя задеть она может не тебя своей техникой до своими необычными интонациями но если это сыграно если это сыграно мастерами ты не можешь не оценить это и также китайские зрители любую и любой другой тайский когда мы были в таиланде и в индии хотя индии совсем отличается от другая цивилизация совсем другие инструменты контрабастом это один из самых диковинных инструментов в индии хотя уж сколько лет у них есть симфонические оркестры и прочее но у них есть и своя очень мощная музыкальная культура со своими инструментами китайцы великолепно нас принимали и это было не первый раз мы играли в клубе за прям был у великой стены да по моему а это было прямо около великой стены мы играли концерт основной но также мы играли два концерта прямо на китайской стене мы сыграли две две композиции китайских авторов очень известны у вас же есть джаз-клуб и фонд поддержки искусства есть чем занимается если двух словах фон занимается во-первых фонда мы организм организовываем некоторые наши фестивали также фонда мы поддерживаем талантливых музыкантов допустим мой фонд как только я стал руководителем академии джаза связи с тем что для того чтобы начать функционировать не было некоторых предметов то мы в рамках поддержки купили музыкальный инструмент три ударной установки несколько несколько там принтеров купили что-то еще фонда мы поддерживаем допустим вот вот новороссийским этим и своим фондом поддерживаем нашего коллегу сергей корня для чтобы провести 25 лет его джаз клуба также мой фонд поддерживает школу героя советского союза который находился в беларуси погиб беларуси фонд кузьмина мы там поддерживали школу который носит имя этого героя советского союза человек в старшего возраста он может начать заниматься джазом я не говорю про профессиональные какие-то вещи а для себя я знаю просто огромное количество людей кто в 70 научился играть на гитаре и вот уж простите за выражение от этого кайфуют по полной джаз абсолютно любой человек может здесь ничего нет сложного но надо изучить инструмент который на котором ты хотел бы играть джаз конечно есть инструменты более легкие на которых можно быстрее научиться играть это саксофон саксофон один из самых таких универсальных и легких инструмент для того чтобы начать просто начать как и изображать какие-то звуки совсем у меня уже есть ученик алексей ковалев один из самых знаменитых хоккеистов олимпийский чемпион сам алексей ковалев да тот самый алексей ковалев и который играл нью-йорк рейнджис и был капитаном андреаль канаде с а сейчас он один из тренеров спартака московского до московского спартака да это один из моих лучших учеников и он буквально там за три за три дня научился играть потом нас судьба раздела мы он уехал из нью-йорка другой город а я в пицбург помоя уехал в москву но мы продолжали какое-то время заниматься вот он достаточно быстро научился играть и даже даже импровизировал совсем недавно александр овечкин тоже попробовал на саксофоне не очень тоже быстро получилось если бы там допустим захотел то я уверен что через какое-то время мог бы научиться потому что это талант на лицо ваши планы какие дальше у нас есть планы такие выпустить все альбомы которые мы за последнее время записали сейчас у нас буквально через месяц из 2 у нас выйдет альбом где мы записали музыку модеста мусоргского и александра бородина варанжировка николай носку нас есть планы большие гастроли в бразилию где мы должны подготовить конечно такую программу джазовую с нашей музыкой российской собственный с джазовыми стандартами конечно с музыкой из бразильской великого композитора антонио карлос жабим поэтому и музыку этого композитора и и нашу мы должны будем привести в бразилию где мы будем выступать и это для нас тоже очень большая ответственность все-таки бразильские музыканты внесли одну огромную лепту именно в историю джаза стилистику джаза так что на родине басанова мы должны себя проявить но вот это наши такие ближайшие планы так сочи фестиваль гастроли 2 посвященные до степи лет оркестру концерты театре эстрады где будет выступать с нами лариса долина и хибла герзмала и валерий сюткин и сергей мазаев наши солистка фонтини будет олег аккуратов замечательный пианист и вокалист так что планов много и михалыч нам нужно прощаться и в конце прям совсем последний вопрос можно можете воспринимать как блиц я слышал неоднократно и это подтверждено прямо сейчас почему у вас всегда хорошее настроение ну я счастлив что что то что то чем я занимаюсь имеет какой-то интерес меня приглашают на телевидении за эти вопросы почему у меня должно быть плохое настроение жизнь подарила мне очень много очень хороших добрых людей в этой жизни родители дали мне все что все что мне не было необходимо так что я счастлив радуемся я радую спасибо за встречи